Глубокоуважаемая Галина Юрьевна, Светлана Анатольевна, глубокоуважаемые коллеги, работа Светланы Анатольевны над этой сессией показала, насколько она важна для нашей постоянной клинической практики. И вот мы постоянно сталкиваемся с такими подводными камнями. И если вы обратили внимание, что начнем мы этот доклад «Нужна ли повторная биопсия?» и «Следует, у нас будет доклад по разнонаправленной динамике» и заключит вот эту серию обсуждений Дмитрий Олегович с различием между данными объективного и патомофологического ответа. По сути, эти все три сообщения будут перекликаться. И важны вот эти два постулата, которые я для себя совершенно четко освоила, что химиотерапия, гормонотерапия совершенно отличительны по механизму действия по отношению к иммунотерапии. Так же, как количественный метод компьютерной томографии и сконтрастирования, который мы по критериям РЕЦИСТ используемая оценка при анализе эффективности таргетной терапии, химиотерапии, он совершенно неприменим для оценки эффективности иммунотерапии при меланоме. С чем это связано? Вот та количественная оценка, которой мы привыкли по компьютерной томографии, она совершенно неприменима для оценки эффективности тех изменений, которые происходят у пациентов с меланомой, которые получают иммунотерапию. И вот совершенно, знаете, вот такой вот я встретила обзор, который полностью перекликается с темой сегодняшнего сообщения, в том, что да, с одной стороны стандарт лечения, и мы его сейчас не оспариваем, он у нас проговорен в рекомендациях Минздрава, в рекомендациях Русска, что стандарт лечения назначения иммунотерапии – продолжение лечения до прогрессирования или непереносимой токсичности. Но мы прекрасно понимаем, что есть группа пациентов, отвечающих на иммунотерапию. Это может быть и полный ответ, может быть частичный ответ, стабилизация. И посмотрите те совершенно новые для нас, казалось бы, критерии, которые мы широко начнем в ближайшем будущем использовать. Методы оценки. Конечно же, позитронная эмиссионная томография с глюкозой как метод не только количественной оценки происходящих изменений, но и качественных изменений. Насколько биологически активна, жизнеспособна та ткань, которую мы изучаем. Еще один аспект Алексея Викторовича в своем докладе вчера достаточно подробно рассказал о необходимости циркулирующей опухолевой ДНК и наличие до начала лечения такого маркера. Это крайне неблагоприятный прогноз как при меланомии, так и при солидных опухолях. Биопсия, ре-биопсия. Если мы для немелкоклеточного рака легкого, который характеризуется достаточно высокой опухолевой нагрузкой, используем ре-биопсию при выборе новой линии терапии, при прогрессировании, и мы решаем вопрос о появлении новых мутаций резистентности или же немелкоклеточный рак перейдет в мелкоклеточный, то для меланомы биопсия, ре-биопсия используется на фоне проводимого лечения именно с целью оценки эффективности проводимого лечения. Именно биопсия резидуальных очагов, у нас появился термин «резидуальная болезнь». И вот то, что сейчас мы обсуждали и будем обсуждать Екатериной Михайловной, а что если мы видим ответ, хороший ответ, другое дело, как долго лечить таких пациентов, мы можем прекратить лечение, чтобы в будущем, когда пациент перешел на плато, мы можем вернуться. И вот этот термин реиндукция при прогрессировании, возвращении к иммунотерапии, он все больше входит в нашу рутинную клиническую практику. Другое дело, вот те основные пункты, которые мы отметили, они, конечно же, требуют доказательной базы. И вот клинические случаи, о них уже докладывались, но тем не менее важны, поскольку у нас это как раз таки сессии, она подразумевала, что мы будем опираться и на клинический опыт, и Алексей Викторович уже вчера останавливался на этом клиническом случае, но тем не менее подключающиеся коллеги могут не слышать этот доклад. И самое важное, что хотелось бы отметить, что начиная с завтрашнего дня все доклады, коллеги, которые вы услышали на сегодняшней сессии, они будут доступны на сайте МИЦ «Онкология Петрова» по ссылке, к которой вы сегодня подключались, а через месяц вы увидите уже их на сайте. Так вот, возвращаясь к данному клиническому случаю, это пациент 62 года, здесь вот меланома кожи правой голени с метастатическим поражением правого пахово-бедренного лимфатического узла и транзитным метастазом мягких тканей в правой голени. Брав мутация не обнаружена, была иссечена опухоль правой голени с биопсией сигнальных лимфатических узлов правой пахово-бедренной области. Это в июле 2020 года. И самое важное, что этому пациенту была возможность начать с уже ноября прошлого года терапию пролголемабом. Всего было проведено 10 введений. И если обратите внимание, то при первоначальной биопсии я попросила Анну Сергеевну, чтобы, да, она сказала сразу, Татьяна Юрьевна, вы имеете в виду, что когда выполняется трепан-биопсия меланомы, то мы видим тот только кусок ткани, который попадает в трепан-биоптат. Поэтому если мы хотим получить полноценный ответ о в целом тех изменений, которые происходят, конечно же, нужен более представительный материал. И вот на слайде зеленым это скопление меланофагов, и красным это жизнеспособная опухоль. И трепан-биоптаты мягких тканей голени, правой голени, метастаз эпителиоидно-клеточной пигментной меланомы с высокой металтической активностью. Ну и вот пациенту было проведено 4 введения пролголемаба, и клинически была достигнута стабилизация процесса, если вы обратите внимание, и по данным компьютерной томографии, и по данным магнитно-резонансной томографии паховая лимфоаденопатия, метастаза в крестце и левой подвздошной кости. И вот то, что, собственно, важно, что на фоне 4 введения пролголемаба мы видим замещение лимфоидной ткани, фиброзной с очагами некроза, и скопление гемосидрофагов при окраске гематальксилина и азином опухолевых клеток не выявлено. И морфологически осталось только 5% живых клеток, и вы видите, в овале это непосредственно фокус опухолевых клеток, а все остальное коричневое – это меланофаги. И мы привидим субтотальное замещение предшествующего метастаза эпителлино-клеточной меланомы участками некроза, фиброза и скопления гистиоцитов. Другой клинический случай, который также неоднократно обсуждался, но здесь акцент хотелось бы на следующем, что при прогрессировании на фоне терапии, иммунотерапии пациент также получал паралголемаб, была выполнена биопсия очагов в печени, и мы видим увеличение старых очагов, тех увеличенных старых очагов в печени. И вот что самое важное, в пределах исследованного материала жизнеспособная опухоль была не выявлена. Да, очаг мы видим, этот очаг был подвергнут трепан-биоптату, и вот в этом очаге через 6 месяцев терапии пралголемабом мы видим окруженный фиброзом участок скопления меланофага, фокус некроза скоплением пигмента, зернистую дистрофию гепатоцитов, слабая лимфоидная инфильтрация портальных трактов. Итак, что вот в основной ключевая информация этих двух сообщений? Что когда мы решаем вопрос, а это, конечно же, все вот эти вот основные аспекты, которые я дальше вам покажу, они уже заложены в проходящий настоящий момент клинические исследования, подразумевают, что те очаги, которые мы анализируем с помощью компьютерной томографии, а наиболее информативно это именно позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ, КТС, глюкозы, то как очаги, которые требуют при стабилизации, при полном ответе, частичном ответе, если мы видим какой-то субстрат, мы видим этот очаг, ПЭТ позитивный, то он, конечно же, должен подлежать информации, так же, как и очаги прогрессирующие. И вот, собственно, те контрольные исследования, которые сейчас проводятся, да, стандарт лечения до двух лет при условии отсутствия прогрессирования или непереносимой токсичности, но опять-таки это до двух лет, как вот тем клиническим исследованиям, которые, например, излучались при лизумабе, при неволумабе, конечно, такого ограничения не было, но тем не менее мы видим те вот основные исследования, которые сейчас проходят по отмене лечения при достижении максимального ответа опухоли. Это исследование СтопГАП, ДАНТЕ, ПЭТ-СТОП и исследование СЕЙФ-СТОП-ТРАЙЛ. И мы везде видим, что эти исследования подразумевают отмену лечения или продолжение лечения при полном или частичном ответе и стабилизации. И вот еще на что я хочу более так подробно обратить ваше внимание, наверное, вот это вот со временем при получении доказательной базы должно войти в нашу клиническую практику, что при оценке, вот при достижении полного ответа, частичного ответа или стабилизации, а здесь вот это выполнялось на 52-й неделе, да, выполняется позитронно-эмиссионная томография. И, во-первых, одна ситуация, когда очаги у нас не выявляются, в таком случае рекомендуется отмена лечения и наблюдений каждые 12 недель. Другая ситуация, по ПЭТ-КТ выявляются гиперметаболические очаги, опухоль в таком случае опять-таки подтверждается биопсией. Если опухоль не находится, не выявлена по результатам биопсии, отменяется опять-таки лечение каждые 12 недель, а вот случай, если все-таки опухоль подтверждена по биопсии, тогда рекомендовано продолжить лечение опять-таки каждые 12 недель. И вот еще раз хотелось бы отметить, что на самом деле позитронно-эмиссионная томография с глюкозой является важным маркером эффективности, методами оценки эффективности, не только количественной, но и качественной. И когда мы видим позитивные очаги, они, конечно же, должны подлежать биопсии. Но вот те подходы, которые изучаются в рамках клинических исследований. И еще раз хотелось бы, конечно, поблагодарить организаторов за проведение столь важной сессии и столь важной конференции. И я думаю, что эти вопросы и многие другие будут обсуждены на сессии по меланоме, которые будут проходить в рамках конференции «Белые ночи» совсем уже скоро.